Канал Таёжный Обитель приветствует вас! Чаёк пьём! Налью я в любимую свою кружечку. Внучка мне подарила. Дедушка, когда ты меня обнимаешь, на душе становится тепло. Надюша, привет! Спасибо тебе, дорогая! Я с твоей кружечки дома постоянно пью. Так, чай заваренный ягодами и лимонник кавейлианой. Ух, душистый лимонник! Даёт такой привкус. Рябина, калина и лимонник. Ой, кисленько вкусно. Ну ладно, не будем мучить людей. Так, это моя соль. Это мой сахар. Это моя рыба. Так, кита. И я с ней сделаю такую талу. Это делал Толик Сафронов. Он делал в банку в трёхлитровую. И мы тоже будем делать в банку. Вот такую. Он говорил, надо рыбу делать в стеклянное. Тогда вкус другой. Голову. Так, я её очистил ножом. Шкуру убрал. Когда была мерзлая, вот срезалась только шкура. И сейчас я мерзловатоя она у меня. Но я отрежу вот так голову. Вот с таким запасом. Потому что это я буду варить потом. и надо мне, чтобы у меня на уху была маленькая рыба. Вот такая вот рыбка будет. Так. Кишки тут вытащил я. Чтоб время ваше не занимать. Иногда я вот так сырое ем. Чтоб мне легче, я разрежу вот так. Теперь уберём. Вот когда она мерзлая, то легко убирается кровь. Вот убираем хребет. шесть лет назад я здесь показывал вам, как я разделывался со щукой. вот. Вот эти вот я мерзлые на ленке научился кушать. И некоторым, конечно, может даже неприятно будет, но я ем сырую рыбу. Косточки отдельно пойдут собаки с кошкой кушать, готовить. а это мы мерзлая. Сейчас будем разделывать. Тут мы хребет убрали. тут сейчас мы тоже уберём хребет. Вот так. Вот он убирается очень легко. вот так я его убираю. А это пока мерзлая съедаем. Сделаем талу и немного строганинки поедим. Так, убираем тут сразу рёбрышки. Вот и тут убираем рёбрышки. Они убираются легко. вот так я их убираю. Есть в интернете очень большие спецы. Там иногда поглядывайте. Есть профессионалы, которые очень хорошо разделывают рыбу. но я тоже стараюсь разделывать аккуратно и чистенько. Вот рёбрышки убираем. Вот они рёбрышки. А это уже будет такая. вот ещё тут у нас вот она мёрзлая, вот это кровью не пачкается. Она убирается очень хорошо. Вот они рёбра убираются и получается чистенько и аккуратно. И главное кошки с собакой тоже набираются. Вот они вот рёбрышки уходят. вот так даже можно даже вот так не подрезая отдираются рёбры. Но вот батону с веснушкой набралось всё. Теперь я режу вот такими вот вот такими дольками. не не сильно толстыми, не сильно мелкими. примерно пол сантиметра. Вот сантиметра. 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 кидаем банку вот такой слой получается солим, солю я на глаз маленько совсем сахара лук режем полукольцами и тоже туда бросаем сыпем черный душистый перец этого я тоже не жалею хорошо сыплю режу вторую мертвоватая вот она не рассопливается вот так вот так тут вот эту убираем здесь перо верхнее я его все обсошу очень люблю вот это мерзлое так ложим второй слой солим на глаз чакарка щепоточку черный душистый перец шипем шипем лук нарезаем сколько нам надо лук можно побольше домашние мои любят это мы маленько обрежем в уху а это межловатое опа межлая она не мнется и получаются ровненькие такие хорошенькие ну рецепт вот этой так называемой талы они очень разные и за эту талу меня тоже будут критиковать меня уже критиковали где я показывал как мы делали с аджикой в тайге аджики привезли нам много и мы делали аджику вместо перца и соли грузинская аджика во вот процесс дальше идет на глаз на глаз на глаз я давно делаю поэтому меня это не смущает я практически не пролетаю с этим делать, черный перец, душистый, он хороший вкус дает. Режем лук. Вот такими слоями получается у меня в эту банку я залаживаю. Вот так делал я уже вам сказал Толя Сафронов и я следую его примеру. Так, банку в сторону, животик отрезаем на уху, он жирненький, будет очень вкусный в ухе, поэтому нарезаем снова такими. Перо уберем сверху. Вот приходится даже додавливать рукой, не зловато, но в образ зато получается ровно и аккуратно. Так. Складываем. Солим, сахар добавляем, лук шалькуем. И лук тоже туда. Черный перец и снова рыбу. Солим. Солим, сахар, перец и режем в лук. Эти брюшки тоже положу. Пусть съедим. И перец. Так, постное масло. Добавляем постное масло. И надо крышку. Крышку, крышку, крышку. Закрываем и все перемешиваем. Вот так. Вот так все перемешиваем. Лук. Все перемешивается. Маленько. Прижимаем. Сейчас мерзло оно хорошо прижмется. Закрываем. И на этом моя процедура с толой закончилась. Сейчас я ее поставлю туда на пол. Она в прохладном месте часа три постоит. И мы ее можем есть. Ну, это я такую люблю. А жена будет ждать сутки-двое. Она потом начинает есть. Ну, я уже о половине. А с этих, вот этих, я сварю уху. Замечательную уху будет. Вот получилась такая вот процедура сегодня у меня. Все. Всем желаю удачи, радости, здоровья, творчества, гармонии с самим собой. И с окружающим миром. Всего вам доброго.